а все потому что я вступил в оборону помоек и теперь я уже шутки шутить не буду интересно где что происходит штребух ты сука вася ты шо забыл на моих помойках слышь ты вообще не при делах я ключи потерял а ты вообще кто такой по жизни я питер тоже про находки снимаю визита свой канал короче если у тебя до пятницы не будет 500 подписчиков то здесь ты остаешься и будешь мне добывать находки в помойках понял короче братва подписывайтесь на его канал он тоже ищет находки в питере а если вы не подпишитесь он здесь останется и будет моим рабом ребят подпишитесь пожалуйста я не хочу быть у штребуха рабом подержи пока вот это и не отпускай это обзор моих находок из помойки усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра привет лови нашел запечатанные опилки в упаковке а также сено для домашних питомцев о да вот это находочки сено харьку очень понравилось он уже хочет у него зарываться полезные в общем находки для харька обязательно этим всем заполню ему клеточку где он будет тусоваться и кайфовать от халявы из помойки нашел четыре жестких диска первые два vd blue еще два от бренда sea jade и все четыре саташных а это означает что это топовые жесткие диски вот эти оба на 160 гигов насколько вот эти неизвестно здесь ничего не написано ну а насчет их работоспособности я отлично не уверен нужно будет приносить домой все их тестировать пока что не успел это сделать но если они рабочие их можно будет продать рублей по 400 за диск нашел электронный кальян от бренда и house полностью рабочий но в комплекте ничего кроме него не было работает просто превосходно положу его в сюрприз бокс прикольная тема но устаревшая сейчас в тренде вейпы я уже когда-то находил подобный кальян он был полностью новый в коробке с документами но он к сожалению не работал а этот полностью рабочий просто сказка нашел пивную заправочную станцию поначалу я вообще не мог понять что это такое но потом когда увидел вот эту дыру куда заливается пиво я все понял эта штука нужна для того чтобы два человека одновременно могли сосать пиво с помощью вот этой штуки залил туа воды попытался пососать водичку но у меня ничего не получилось нужно разбирать и прочищать трубы скорее всего вот эта труба где-то забилась из-за этого нужно все разбирать и прочищать такую штуку я никогда в жизни не находил реально прикольная находка классическая находка в помойках электрочайник с подсветкой и кстати полностью рабочий продать его можно будет рублей за 300 рабочая электроплитка на две комфорки тоже классическая находка в помойках их постоянно выкидывают я не знаю почему но чаще всего они всегда рабочие как и электрочайники что чайники что плитки как обычно грязные их нужно отмывать а после того как я ее отмою продам на авито рублей за 250 нашел ультрафиолетовую лампу старого образца не первый раз подобную лампу нахожу но она мне к сожалению не нужна поэтому продам на барахолке рублей за сто нашел на вид абсолютно новую мультиварку от бренда редмонд имеется большое количество программ кнопки не затертые вообще в принципе как будто новая мультиварка внутри она просто в идеальном состоянии она однозначно новая чаша в идеальном состоянии в комплекте с мультиваркой были даже документы и вот эти вот штуки то есть новая мультиварка из помойки в полном комплекте я ее планирую продать на авито рублей за 800 и кстати вот эти вмятины в принципе не проблема ее можно разобрать их выровнять нашел педали чтоб по шапке не дали но я думаю вы понимаете для чего они нужны и кстати руля в комплекте не было это печально то есть чисто педали не факт что получится вообще продать нашел целую коробку с конструктором и с роботами вообще огромное количество и плюс есть вот такой кейс с конструктором лего здесь его просто до хрена это вообще супер крутая находка первый раз нахожу конструктор лего в таком количестве а еще и плюс много различных роботов не думаю что это кто-то на авито купит но от на барахолке по-любому заберут мне интересно где люди взяли такой кейс из орг стекла видно его или кто-то сам делал или покупали но даже этот кейс точно не дешевый надеюсь у меня это все получится продать тысячи за полторы люди конкретно заелись могли бы это все сдать благотворительный фонд зачем это выкидывать было в помойку не ужели им не жалко было самое главное что я это смог забрать из помойки это все не сгниет на свалке поэтому я этому конструктору дам вторую жизнь нашел целый пакет клея пва он абсолютно новый не засохший и можно клеить бумагу и кайфовать от халявы а выкинули его потому что он просроченный но отлично я никогда не думал что есть срок годности у клея пва закончился в феврале 2020 года да и пофиг на барахолке продаться по 10 рублей за баночку нашел шланг для кальяна он низкого качества самый дешевый но я его взял потому что у меня был кальян который я показывал в прошлом обзоре находок и в нем как раз таки нет шланга а этот шланг сюда просто идеально подойдет ну а теперь кальян в полном комплекте это не может не радовать продать его теперь можно будет рублей за 800 помоечка дарит кальяны нашел кусочек искусства эта картина изначально подумал что настоящая но она к сожалению напечатана на специальном принтере не знающий человек мог бы даже подумать что и реально кто-то рисовал но если присмотреться на роспись можно увидеть маленькие пиксели я бы ее в себя в квартире повесил но она мне не нравится мне нравится что-то более молодежная и современная ну а вообще лес очень красивый я надеюсь у меня эту картину поскорее купят помойка дарит искусство я в шоке ребят рабочий телевизор от бренда lg здесь на корпусе имеется сенсорная кнопочка я кстати очень давно когда мне было лет 18 точно такой же телек находил на нем еще была трещина на экране но она не влияла на работу его даже можно подключить компьютеру через vga разъем продам его рублей за 900 на авито неплохая находочка такой бы телек можно было бы смело на кухню ставить нашел неплохую беспроводную колонку от бренда mii на ней можно слушать музыку через bluetooth или с флешки или через аукс выглядит стильно но к сожалению не работает пробовал ее заряжать что с ней я не знаю но это очень печально то что такая топовая колонка из помоечки не работает если ее получится починить будет просто превосходно но если не получится придется продать рублей за 500 возможно внутренняя батарея сдохла из-за этого колонка не работает помойка радует но в то же время расстраивает когда я нахожу что-то не рабочие стильная настольная лампа но к сожалению она без лампочки но я думаю лампа по-любому рабочие и продать ее можно будет рублей за 200 крутая находка полезная для дома но у меня уже есть классная лампа в гараже с прищепкой поэтому мне вот это не нужно один мой хороший подписчик с именем максим подарил мне крутой штатив он просто офигенный максим спасибо тебе большое он мне еще дал диджейский пульт от бренда стан тон и попросил его продать поэтому если кто-то из вас увлекается музыкой этот диджейский пульт я продам за 3000 рублей модель стан тон м 304 к сожалению проверить его на работоспособность я не могу так как у меня нет специального блока питания который вот сюда подключается максимова нашел в помойке я думаю этот диджейский пульт скорее всего рабочий но это не точно походу это классная штука тут очень много различных крутилок так что если вам нужен диджейский пульт по дешевке можете смело мне писать вконтакте небольшое количество мелких находок из которых есть подсвечник абсолютно новый сбиркой неплохая находочка продастся на барахолке рублей за 100 из всего барахла что есть на столе самое ценное это вот такой тренажер резинка для девушек чтобы скинуть там пару десятков лишних килограмм придется таким тренажером заниматься лет пять а еще есть вот такой огромнейший фонарик я не знаю для чего он нужен там в лесу светить вдаль или возможно на рыбалке он пригодится скорее всего рабочий но он без батареек поэтому проверить его не могу сто лет такого не находил это старинная грелка у моей бабушки кстати была абсолютно такая же и холодной зимой я с помощью такой грелки грел поясницу продастся на барахолке рублей за сто абсолютно новые духи в коробке от бренда faberlic запах довольно таки приятный но это скорее всего подделка думаю продастся на барахолке рублей за 200 нашел какой-то массажер но он кстати не рабочий поэтому провод заберу на медяшку а массажер выкину а еще нашел ferrari на пульте управления смотрится довольно таки неплохо продастся на барахолке рублей за 100 вот если бы она была настоящей вот это было бы просто офигенно а так это бесполезная игрушка принципе ничего ценного здесь больше нет одно барахло но его в принципе можно продать рублей по 50 по 100 в зависимости от того что здесь лежит вот допустим вот это радио . старая продастся рублей за 100 а вот эти кухонные щипцы продадутся рублей за 10 потому что это такая себе находка принципе дешевая я очень рад что в этом мире существуют барахолки и все это барахло можно удачно там продавать если хотите чтоб я заснял видос барахолке поставьте этому видосу лайк и напишите об этом в комментариях два рабочих фена и кстати вот такой фен я первый раз жизни нахожу он интересен тем что из него провод достается как из пылесоса по фену видно что он не особо качественный скорее всего какой-то дешманский но тем не менее задумка интересная нашел абонентский терминал от бренда ростелеком но он к сожалению без блока питания продать его можно будет на барахолке рублей за 300 или на авито рублей за 500 а еще есть неплохой вайфай роутер со скоростью до 300 мегабит на секунду он кстати тоже был без блока питания помойка радует крутыми находками для дома рабочие механические напольные весы работают но они не совсем точные показывают что я вешу 72 килограмма ну а на самом деле я вешу 72 с половиной продать их можно будет рублей за 50 на барахолке нашел остатки от старой советской мясорубки сожалению она не в полном комплекте у моей бабушки такая в детстве была и максимум что в ней могло сломаться это стол к которому она крепилась крутая находка и кстати тяжелая сдам на металл дима что ты делаешь блять ну не дай бог это полет кадр не банусы что ли нашел радио няню рабочие первый раз такое нахожу ну кстати батареек нет внутри но это не критично так как есть два блока питания от которых эти рации работают я уже находил что-то похожее только это было видео няня а это радио няня от бренда philips модель avent продать ее можно будет рублей за 300 супер маленькая smart tv приставка от бренда sky net такую маленькую тиви приставку я еще никогда не находил я в шоке от ее размеров печально что блока питания в комплекте не было и пульта тоже поэтому продам на барахолке по-другому никак на авито она будет очень долго продаваться и и там возможно в итоге и никто и не купит нашел навигатор от бренда prestigio он кстати рабочий частенько навигаторы нахожу легко понять почему их выкидывают потому что это уже устаревшая техника для автомобиля сейчас навигаторы есть в каждом телефоне и это уже не актуальное устройство нашел детский синтезатор на котором я кстати научился играть буквально за минуту я надеюсь вы заценили мои музыкальные способности но на самом деле конечно это фонограмма играть я не умею но синтезатор кстати полностью рабочий все кнопки работают даже есть блок питания в комплекте продать его можно будет рублей за 300 тут кстати даже есть электронные барабаны и приятная снизу подсветка нашел соковыжималку от бренда brown на 600 ватт я кстати уже точно такую же находил она у меня дома лежит ей пользуюсь вообще кайфовая соковыжималка продать ее можно будет рублей за 500 на авито нашел неплохую кучу товара для барахолки самое ценное из всего этого это вот этот объектив от бренда века модель 11 у полтинник с диафрагмой 2 и 8 неплохой советский объектив который продать на авито можно рублей за 500 а еще есть диагностический автомобильный кабель с помощью которого можно обнаружить машине различные ошибки судя по качеству стоит он скорее всего недорого но я думаю продать его можно будет рублей за 300 а еще есть большое количество различных переходников и они кстати новые а еще есть два диска с четвертой gta часы с порванным ремешком от бренда яхонт сделаны в петергофе замок для межкомнатной двери а также личинка с ключами два аккумулятора для вейпа возможно рабочие и самое крутое на мой взгляд что здесь есть это велосипедная цепь от бренда shimano она немного ржавая но кстати она очень легкая такую легкую цепи еще в руках не держал продать ее на барахолке можно будет рублей за 100 и кстати видно по качеству что цепь оригинальная пусть и ржавая но тем не менее кататься на ней можно в принципе самое ценное показал все остальное это барахло которое купят на барахолке рублей по 5 по 10 когда я нашел этот телефон я никак не мог подумать что он не настоящий оказывается это муляж но то что это муляж я понял не сразу изначально начал его юзать пытаться кнопку нажать пытаться включить зарядить но это не дало никаких результатов в итоге когда посмотрел в дырку куда вставляются наушники увидел что она прорезана не до конца и та же кнопка включения просто не нажимается в общем я нашел samsung galaxy a 6 плюс но к сожалению это муляж интересно покупают ли такие телефоны и зачем тут даже платы внутри нет вообще ничего когда нашел прям жестко обломался а когда нашел эти рубли я подумал на секунду что они настоящие но когда увидел надпись 100 дублей я все понял меня снова помойка обманула и расстроила не только с этим не настоящим телефоном а еще и с баблом то помойка реально обламывает вот что с этим делать я не знаю на скорее всего положу это все в сюрприз бокс братва всем спасибо за ваш просмотр подпишитесь на наши два канала вот здесь а также посмотрите вот эти видосы с вами был штребов встретимся в следующих обзорах находок